Мне, например, ребенку, который у меня ростом 97 сантиметров, привезли опору для стояния от 122 до 150. То есть я его никак туда не могу. Опять же, внутренние органы страдают, потому что детям нужна вертикализация, а они постоянно лежат. Стуль у нас, конечно, большие привезли. Вот мне привезли стул, у меня ребенка тоже 3,5 года, мне привезли стул от 7 лет. Несколько балаковских семей, которые воспитывают особенных детишек в недоумении. Для их малышей выдали средства реабилитации, которые не соответствуют возрасту. У тех, кто возмутился данным фактом, сразу же забрали устройство, посоветовав ждать следующего года. Потому что закупки средств реабилитации от Министерства соцразвития проходят довольно редко, иногда один раз в год. Вот мы стоим в очереди с июня этого года, получили только что, потому что был заключен контракт, и получили не то, что нужно было получить. Я знаю, некоторые люди стоят по 3 года, ждут колясок домашних и прогулочных, но до сих пор не получали. Ермолаева предлагала, говорит, оставьте до следующего года. Я говорю, а какой мне смысл? Он говорит, ну ребенок же растет, я говорю, что на 22 сантиметра в год. Ну вы как себе это представляете, если реально размер опоры для сидения, которые мне привезли, Муж у меня стройный мужчина, он туда умещается. Привезли опору для стояния, она большая, хотя по документам написано, она с 92-го идет размера, но у нас 90, нам она очень большая. И привезли опору для сидения, тоже идет она с 4 лет, а у нас ребенка 2 года. В этой ситуации много вопросов, которые родители особенных детей задавали уже не единожды, но ни разу не получили на них понятного ответа. Почему, если в карточке ребенка указаны его рост, вес, возраст, закупки средств реабилитации проходят без учета этой конкретики? Если каждый год ситуация повторяется, то почему Министерство социального развития Саратовской области, закупая эти устройства, не поменяет условия, чтобы приобрести именно то, что нужно малышам? Пишем в Саратов, Министерство социального обеспечения жалобы, звоним им туда, что нам отвечают. Да, но не подходит, хорошо, пишите отказ, мы заперем, но будете ждать, когда будет заключен следующий контракт, потому что конец года, в следующем году, естественно, будут осваиваться новые деньги. То есть наши дети фактически остаются еще на год без средств реабилитации, положенных нам по закону. Но, как говорят другие мамочки, да, что это повторяющийся, если не берешь, отказываешься от ТСР, который не подходит по возрасту и размеру ребенку, то, скорее всего, на следующий год по контракту закупят то же самое, и привезут то же самое. Мы обратились за комментариями в Управлении социальной поддержки населения Балаковского района, поскольку именно эта организация является связующим звеном между Министерством соцразвития области и балаковскими родителями особенных малышей. Расскажите, пожалуйста, единичные ли случаи, когда опоры для сидения, стояния для детей-инвалидов не подходят, и их приходится возвращать? Я бы хотел несколько о другом сказать. Мы о конкретных случаях поговорим позже. Я хотел сказать о принципе, как это все осуществляется. С января 2010 года обеспечением технических средств реабилитации детей-инвалидов занимается Министерство социального развития Саратовской области. И вот мы только узнаем дату, когда перевозчики привезут эти средства технической реабилитации детям и сообщаем об этом мамам, родителям детей. По поводу закупок, часто ли они проводятся? Это к вам или к вам? Это вообще к министерству. На вашем опыте? Раз в год, два раза в год? Нет, они проводятся регулярно, просто это за пределами наших полномочий. Мы получаем уже сообщение из Министерства. Когда вы формируете конгломерированную заявку со всего Булаковского района, все спецификации, то есть вес, рост ребенка, там они учтены, когда вы подаете в Министерство? Или нет? Нет, мы просто запрашиваем. Допустим, они опор идут по ГОСТу. Допустим, 90-115 у нас пришли и 115-150 рост. Мы, вот это, это, это пожелание, мы можем очень. Вы смотрите, вот как раз таки Людмила присылала фотографию, вот ее ребенок на 3 года 90 сантиметров, это нормальный рост. То есть это не, ну, не отстающий рост. Но тем не менее, мы же на фотографии даже видим, что это опора для взрослого вообще человека. То есть, я так понимаю, министерство закупает все равно скопом однотипную продукцию, а не покупатель. Нет, ну она стандартная. Если родители хотят индивидуальную опору, то есть подобную абсолютно под своего ребенка, они имеют на это право, они могут такую опору заказать в индивидуальном порядке и прийти к нам в управление за компенсацией денежных средств на данное техническое средство. Ну, а вот, смотрите, получается 6, по-моему, да, вернули? 6 из 17, 30 процентов возвращают. Это, в принципе, это большой процент. У нас сейчас пойдет переостановка по другим районам, допустим, в других районах мы запросим опоры, которые нам необходимы для наших деток, и отдадим опоры, которые невостребованные оказались у нас. Этот процесс у нас еще не завершен, он будет продолжаться до тех пор, пока мы не обеспечим всех детей опорами для сидений, для стояния. Выводы, как говорится, делайте сами. А между тем, родители, воспитывающие особенных детей, решили обратиться на горячую линию по вопросам реабилитации и адаптации инвалидов. Они надеются, что привлечение внимания к их проблеме поможет ее решить, и им перестанут выдавать средства реабилитации, так сказать, на вырост.